Итак, ребятки, всем привет! Спасибо, что вы мне добиваете 1000 подписчиков, потому что сейчас я зашла. У меня 979 подписчиков, давайте побыстрее накапливаем 1000 подписчиков. Первое, я вам расскажу один свой секрет. Второе, я заведу себе на 1000 подписчиков нового питомца. Вот, я его подыскиваю, потому что я знаю, что вы будете очень активно набирать мне 1000 подписчиков, и поэтому мне легче сейчас уже присматривать это питомца. Рассказывать не буду, что это будет за питомец. Вот. Третье, это будет челлендж, может быть, пранк над одним человеком. Вот. Вот. Четвертое, это будет измена во мне, то есть я буду меняться. Вот. А пятое, насчет пятого я еще думаю. Вот. Спасибо вам огромное. Давайте добивай мне, пожалуйста, 1000 подписчиков. Я для вас очень сильно стараюсь, а если вы не добьете 1000 подписчиков, то я буду расстроена. И не буду снимать видео, потому что у меня за сегодня это видео уже по счету пятое. Видите, как я вас люблю. То я вас поздравляю, то я еще что-нибудь делаю, то я еще что-нибудь делаю, а вы мне как отблагодариваете. Подписывайтесь от меня и все. Подписывайтесь, пожалуйста. Кстати, завтра ко мне придет один долгожданный гость. С ним у меня будет видео, точнее с ней. Вот. Но сейчас разговор не об этом. Я ходила на улицу. Сейчас я вам покажу. Время у нас сейчас, кстати, ровно 6. Я ходила на улицу гулять с Диком. И набрала вот таких вот веточек. Такие веточки у меня уже были, но я не знала то, что для улиток полезна вот эта штука. Вот эта трава именно на них. И поэтому я всегда ее обрезала. Вот. Взяла одну для барса, где нет таких штучек совсем. Вот. А 4 штучки кулиточкам. Таня, если ты сейчас смотришь это видео, то я, конечно же, если тебе надо, то я тебе дам. Сейчас вам скажу, как это называется. Это называется лишайник. Вот это. Вот. Поэтому я по одной веточке положу в контейнер, конечно же. Вот. Веточку какую-нибудь побольше. Одну из этих я положу к мандаринке в контейнер. А какую-нибудь одну из этих я положу к старшим, потому что они не особо любят веточки. Потому что у них уже были, а у мандаринки нет. Так. Продукты мы заготавливали, конечно же. Сейчас я принесу мандаринку. Я по очереди на контейнер кладу твердый поврик. Мандаринка у меня стоит на полу. Вот. И я по очереди на контейнер кладу термоковрик. 15 минут у мандаринки. 15-20. Также 15-20 минут у старших. Ну, где-то получается, что я передерживаю чуть больше. Но ничего страшного. У мандаринки у меня получился очень теплый террариум. Вот. Вот так это все выглядит. Мандаринка висит на стеночке. Теперь через этот контейнер ее намного лучше видно. Тот контейнер мне надо промыть. Я хотела его промыть раньше, без вас. Но потом думаю, что видео получилось длинное. Я лучше все это сделаю с вами. Так. Сейчас пересаживаю мандаришу. Мандаринка абсолютно нормально тут освоилась. Она уже как в своем доме. Вот. Завтра придет долгожданная гость к барсу, к моим улиточкам. Вот. Эти ветки не надо все простерилизовать, кроме... Какой? Кроме вот этой, потому что я ее простерилизовывала и дала барсу! В чем это дело? Все, она чепушишь! А то сейчас отменю всех гостей. Короче, у меня на подоконнике сушатся яйца. Вот. У меня сушатся. Я вот так их накрываю, когда у меня нет в спальне контейнера. Сверху вот так вот накрываю. Вот. Вот так и все. А сейчас я в спальне, поэтому сейчас я открою. Но здесь барс. Поэтому надо тщательно присматривать. Сейчас надо лампу навести на яйца, чтобы они подсохли. На лампе очень даже хорошо подсыхают. Потому что нагревает. Идет тепло. Свет. Тарелочки, естественно, я у всех собираю. У всех такие. Они чистые. Я их помыла. Вот. Менять не стало. Вот. Какой гости ко мне придет, я вам не скажу. Вот. Увидимся завтра. Завтра, кстати, мне в школу. Вот. И, кстати, мандаринка начала кушать сепи. Что радует. Так. Для начала пока что мандаринку я закрою и поставлю на место. Пусть она погреется на термоковрике. Сейчас я ей поставлю термоковрик сверху, крышку контейнера прям вот так сюда кладу. И все. Вентиляция тут достаточно нормальная. Видно, я ее сейчас в трубу поставлю пока что. Пусть пока у трубы постоит. Там тоже тепло. Вот. И я сейчас... Так, яйца еще не особо высохли. Я сейчас возьму больших улиток. Буду у них стерилизовать мох тоже. Чтобы он был простерилизованный. Так. Сейчас беру эту тряпочку. Эта тряпочка у меня в одном месте сыровата, поэтому сейчас я ее перемещу в другое место. Прямо вот так, как куриные яйца. Они уже довольно-таки суховатые, которые я переламывала. Некоторые я не переламывала. Некоторые переламывала. Они потом там хрустели, стреляли. Как они там хрустят. В принципе, я их потом могу еще заморозить немного. Но подсушивать намного лучше, чем замораживать. Потому что сушеные, они не такие... Ой, точнее, заморозливые, они не такие, как сушеные. Все, накрыла, поставила на подоконник. Пойдем лимонадик. Сейчас возьму старших улиток. Старый контейнер мандаринки надо помыть, потому что там все и в какашках, и в кольцесмесях. Так, лунтик тут накакал. Я их сейчас пересажу всех на крышку контейнера. Так, с этой стороной. Да, конечно. Тарелка тут тоже чистая. Я им всем помыла и просто положила. Чтобы они у меня никуда не затерялись. Прирост появляется. Хотя, каким образом он может появиться? Потому что он стал половозрелым уже давно. Уже как месяц назад, может даже почти два, он стал половозрелым. Вот, и начал опять расти. Странно очень. Так, сейчас я схожу за тазиком и вернусь. Все я принесла. Тут надо как-то определиться. Вот, и сюда, и там. Потому что... Сейчас отсюда буду забрать мост. Здесь его стерилизовать, потом мать контейнер. Многие мне говорят, типа... Ну, кто меня вот смотрит, то у меня там со мной переписывается в WhatsApp, там, в Instagram, в Telegram и так далее. Типа говорят то, что... Типа, зачем я все это... Весь этот процесс и все остальное делаю. Потому что я в спании, если это надо делать, там, например, либо на кухню, там, если кормишь, да. Либо в ванной, если там убираешь у них. То есть меняешь мох, стерилизуешь и так далее. На такие вопросы я не хочу даже отвечать. Но просто даже очень интересно, какие вы задаете глупые вопросы. Потому что мне в спальне намного удобнее. Вот. И... Мне тут нормально. То есть... Потому что в туалете, то есть в ванной, да, там, как бы, кому-то надо тоже что-то делать. Там, например, вот у мамы тут раз пришла, я там снимаю видео тоже уборку. Ей надо было тоже делать уборку в ванной, потому что там у нее была генеральная уборка. И, как бы, ни мне, ни кому неудобно то, что, типа, я лично только для себя и для камеры должна подстраиваться. Вот. Хотя есть и у других еще тоже свои занятия, не только у меня. Вот. Поэтому, надеюсь, вы больше таких вопросов задавать не будете. Уборку я у них делаю очень-очень-очень редко, потому что они не такие у меня свиньи. Вот. На самом-то деле. Как кажется, со стороны, вот она там у них убирается, вот она у них там грязная, но у них не убирается. Вот. Грязная у них из-за того, что я у них кокульки не убираю, я убираю тогда, когда я их кормлю. Вот. То есть, кроме того, чтобы залезть к ним просто так, я не залазью. Я залазью ради того, чтобы их покормить. Вот. И тогда уже собираю кокульки. Я к мундаринке залазью очень-очень часто. Вот. На дню по 10 раз. Просто ее проверяю, как она там растет, что там с ней и так далее. Вот. Еще завтра мне надо... Мама мне пишет, она в соседней спальне, она мне пишет, я заказала барсику. Она заказала барсику, когтеточку картонную. Я ей скинула ссылку, говорю, если тебе не трудно, закажи. Так, Таня что написала? Я ей... А я... А еще я создала акт про улиток в ТикТоке. Подпишись, если не трудно. Подпишись. Сейчас пока тут сижу, отжимаю мох, потому что из него выливается грязь. И сейчас еще пойду в ванную, как раз помою контейнер. Вместе с вами все буду делать без пауз. Вот. И как раз... Это... Буду под краном отмывать, пока чистая вода не придет. Верно сушится. А я сейчас пока еще под лампу поджимаю. Вот тут хорошо. И тут ко мне в спальню никто не забегает. Если у меня дверь открыта, просто свободно заходите. Вот. Никто не забегает. Если бы я была в туалете, там было бы шумно, потому что там, где находятся все, там все орут и так далее. Улиптон, кокосовый субстракт я добавлять не буду, потому что у них достаточно много муха. Вот. И просто у них надо поделать почаще уборку, тогда у них будет все нормально. Следующую уборку... Следующую уборку я буду делать на следующей неделе. Просто буду в течение этой и то и начала недели просто собирать кокосовый субстракт. И вот опять же мои знакомые, которые меня смотрят, они мне говорят то, что почему ты не купаешь улиток на видео, либо ты их вообще не купаешь. Просто поймите, кто сейчас тоже снимает про улиток, про котов, про собак, очень трудно, когда ты делаешь свое дело, но тебе охота заснять, но это очень трудно, это очень сложно. И кто это снимает, те меня поймут, вот мы просто встанем и переписываемся. И это реально, она вот говорит, мне охота заснять, но это очень трудно, это реально очень трудно, ребят, чтобы вы понимали. Я вот сейчас поставила, да, а если бы было на оборот левой камере, то бы это было бы не для меня, это очень-преочень трудно, поэтому я часто про улиток не снимаю, я стараюсь больше показывать Барса. Кстати, Барс здесь вот сидит, сейчас вам его покажу. Вот, сидит, сможет, что я делаю, и это реально очень трудно. Это реально очень-очень-очень трудно что-то сделать. Вот, поэтому не обижайтесь, если вы видите меньше видео, чем надо, про улиток. Вот, я и так сегодня засняла опять видео, потому что завтра только выйдет с моей гостей видео. Вот, утром видео не будет, скорее всего. Вот, в школе тем более. Поэтому выйдет видео только вечером. И чтобы вам не было скучно, посмотрите сегодня. Опять же говорю, подпишитесь на меня, пожалуйста. У меня для челленджа уже все готово уже. У меня уже все готово, у меня все идеи готовы. У меня даже подарок уже почти подготовлен. Вот, я даже буду покупать такой маленький тортик с этими, со свечами. Тысячи подписчиков. Буду задувать, прям вам, тут, на канале, с песенкой. Мне еще так хотела сделать на 500, думаю, на 500 как-то не особо прикольно, лучше на 1000. Барсик такой милый, так он меня смотрит. Барсик. Такой маленький. Я сейчас не под кайфом, я просто перемешиваю, чтобы оттуда вся гадость ушла. Все, в принципе, уже можно идти по другой водой стерилизовать. Вот, пойду потом покупаю улиток, сейчас вместе все сделаем. Сейчас переместимся в ванную. Как вы уже могли понять, я в ванной, вот. Пока дошла, я чуть не упала с этим ведром воды. Вот, короче, трэш. Так, улиток я сейчас пока что... Перемещаю в ванную. Ой, в раковину. С водой. Налю я мне сейчас тепленькую водичку. Вот такое вот ведерочко перемешиваю, чтобы она должна быть в комнатной температуре. Вот. Видите, такая затычка в ванной синенькая. Такая. Я ее сейчас отцепляю отсюда, улитком в раковину. Цепляю. Так делаю всегда. Так удобно. А тут я сейчас буду заниматься своими делами, там они будут купаться. И им я примерно два таких вот полных ведерочка заливаю. Это ведерочка игрушечная, из фикс-прайсовского набора уборщицы. Вот. Там и швабра, и все остальное есть в комплекте. И все. Вот эту водичку комнатной температуры я им заливаю. Они у меня купаются. Под краном я их не купаю. Лунтик у меня примерно минут... Минутки три-две купается. И все. И вот я ему сейчас ракушку помою. С руки. Вот таким вот движением. Ну все. Он меня садится на крышку контейнера и сидит. А арбузи купается. Потому что Лунтик беременный. Из-за беременности. Зовут эту. Она у меня купается третий раз. Вот. Я его сажаю на крышку контейнера и все. Он меня сидит. Потому что купаться во время беременности улиткам нельзя. Можно вот так вот обмыться, как я их мою. Но нежелательно. Сейчас сделаю водичку немного потеплее. И еще. Эту воду вылили, потому что из одного лунтика тут грязная водища. Будет тут прекрасно купается. Все. Сейчас заливаю теплую, притеплую воду. Воду. Все. Он купается. Он эту воду и пьет. И купается. Поэтому все в норме. Потом уже куда он у нас купается полностью, уже начнет вылезать. Я ему обмываю раковину. И все. Вот так. Сейчас я выливаю грязную воду из-под муха. Барщик просится. Ну, заходи быстрее. Вот. Сейчас выливаю грязную воду из-под муха. Кстати, когтеточку. Мама заказала с мятой, кошачьей. Вот. Я вот так вот беру тряпочку. Вот так вот одеваю на угол этого. И вот так вот процеживаю. Чтобы выливалась только вода, а мох оставался. Вот. Слышите? Он когти точит. И точит именно здесь. Потому что больше нигде мы ему не разрешаем. Ну, в принципе, ему и здесь особо не разрешаем. Но просто здесь это единственная ванна-комната, где грязные обои. Они не грязные, а старые. И поэтому из-за того, что это комната там, где старые обои, мы ее, конечно же, будем переделывать. Вот, самую последнюю. То есть здесь мы ему пока что разрешаем точить когти. Но потом он уже примерно где-то через дня два-три будет точить когтиточку. Конечно же, с паковку я буду снимать. Сейчас надумаю спросить, когда она придет. По-моему, там было написано числа 10-го, если я не ошибаюсь. Так вот сейчас я отжала мох, положу пока на крышку контейнера. Сейчас пока сначала помою контейнер, чтобы туда сразу складывать мох. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я помыла контейнер. Сейчас он высыхает. Вот, вытирать я его не буду, потому что... Я его снаружи не буду вытирать, а внутри протру. Потому что сейчас, если будет очень влажно, увлажненно сильно, то мох опять же станет уже нечистым. Через 2-3 дня его опять же надо по-новому будет менять. Конечно же это не бюджетно, поэтому советую тем, кто тянет вытирать внутри, советую вытирать. Потому что все равно, он потом мох испортится и просто начнет появляться плесень. Вот такой чистый контейнер, 18 литров. И этот мох, который я скомковала, я теперь его распределяю по части контейнера. И все. Это видео достаточно будет длинное. Повторяю последний раз, надеюсь, что последний раз. Подписывайтесь на меня, потому что в дальнейшем будет еще интереснее. Если вам сейчас интересно, то в дальнейшем будет еще интереснее. Потому что контент прибавляется, подписчики прибавляются, настроение появляется. Охота что-то каждые 5 минут снимать. Поэтому чем больше вы подписываетесь, тем больше мне выходит видео позитива и идей для съемок. Маха здесь достаточно мало. Что поделаешь, пока что больше нет. Что есть, то есть. Все, лунтик, выползаешь. Ой, мандарин, лунтик, всех сбрала. Арбузик. Выползает уже. Ну я, конечно же, его сейчас посажу назад, потому что он ползет, думает, там тоже есть вода. Но нет, малыш. Тут нет воды. Купайся. Последнее время я их не купаю сейчас. Я их сейчас купаю в последнее время не 3 раза в неделю. Я их купаю 1-2 раза в неделю. 2 раза это уже прям трагедия, новость. Большей частью я их купаю 1 раз в неделю, потому что сейчас совсем нет времени. Сейчас больше времени не уходят на барса и на мандаринку. Вот. Потому что они маленькие. И им надо больше вниманием уделять. Все, лунтик мы переселяем. Это будет красивый, чистый, искупанный лунтик у меня. Поздоровайся со всеми. Пока я свои яйца. И вон яйца. Сейчас всех накормлю. Напою. Ванну помою. Я сейчас покормлю улиток. Сама, возможно, что-то поужинаю. Скорее всего, нет. Я поужинаю тогда, когда уже искупаюсь. Вот. Накормлю улиток. Закончу снимать видео и пойду купаться. Закончу снимать видео. муха забивается все поэтому пытается вытаскивать вот там правильно говорится сифон забивается я без пауз без всего провела здесь почти 20 минут еще потихоньку буду немного подводный подводная улиточка маленькая пемпочку вытаскиваю грязно промываю я ломаю струйку и купаю еще его потому что надо его еще искупать раковину не покупать надо тщательно промыть потому что раковину мы не особо часто моем я его так это в раковину посажу в вымывальную он там сам искупается потом минут через 15-20 я его забираю он у меня без присмотра без всего купается потому что он молодец он никуда не уползает просто посмотрите какой он чистый просто мне всегда говорить что он не грязный ну конечно не все мне так говорят сейчас будет весь изгибаться сейчас он начнет сам когда уползать от крана тогда значит что он накупался вот маленький хороший вот смотрите как он купается сам они очень эти улитки любят купаться всё вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 мне нравится все, мой длинненько грызет палочку арбузик тоже пойдемте вместе с вами их кормить арбузик арбузик вот это сегодня мама купила мясо и барсику она порезала кусочками это свинина она порезала ему маленькими кубиками и вот так вот я буду размораживать и ему давать здесь такая записка лежит мясо барсика мясо для барсика вот там написано вот и сейчас так вот немного разморожу вот и мне даже нравится то, что я так придумала потому что это очень нормально и я ему буду вот так вот потихоньку доставать это ему хватит на месяц я же не каждый день ему буду давать улиткам я буду давать огурчик мандаринки нормальное количество опять накладываю потому что появился аппетит и она уже растет всегда ей либо 4 либо 5 кружочков нарезаю старшим это вообще полностью я нарезаю потому что они вообще голодные вечно всегда нарезаю такими кусками все без разницы какими маленькими большими что не поесть вот и все раз два три 4 5 6 7 7 кусочков старших 4 маленькой это остается на следующие дни вот и все теперь вот так ставим все теперь идем улит очка и раскладываем но прежде чем разложить надо достать кальций кальций это крышка от контейнера в котором были яйца так сегодня я им не даю гомарусы надо по листику дать обычный кальций коренная шкарлупа для старших и кальций смесь с витаминами все мандаринки я насыпала кальций с витаминами на заднем плане у меня младший братик сидит в телефоне поэтому не обращайте внимание что кто-то разговаривает потому что это его телефон вот насыпаю немного кальций смеси с витаминами сейчас им нужны все витамины потому что лунтик беременный у него вот-вот будут на этой неделе роды может быть и на следующие но самое главное что будут сюда здесь немного тоже кальций совсем немного мандаринки совсем-совсем немного прям вот капельку небольшим много так все мандаринки я положила листики дуба еду положила она пока кушает лишайник поэтому я ей отвлекать ее пока не буду сейчас большим тоже положу два листа дубового лопата положу им еду захотят поедят я их перестала сажать сами придут они чуют и всегда сами приходят так еще надо вот эти положить завтра кое-кому отдам если ей надо ну походу вы догадаетесь если под этим видео будут открыты комментарии то напишите для кого вы догадываетесь кто завтра ко мне придет я сам покажу аккуратно покажу вот она кушает лишайник сейчас я вот она кушает лишайник поэтому я очень довольна что я набрала почитала об нем все эти покушают сами чисто плотные мои в общем как то так сейчас тоже буду кормить поэтому всем пока я вам скажу Продолжение следует...